Ну, не хочу сейчас загадывать, я просто боюсь, что я как только вот сейчас задумаю вот это все, у меня потом ничего не получится. Птички что-то так поют громко где-то, где-то на дереве кто-то там сидит. На некоторые вопросы хочу ответить, потому что, ну, вопросы некоторые задают, на которые я даже не знаю, как однозначно вообще ответить. Вообще, конечно, то, что мы шашлык вот когда делаем, сын у меня хорошо делает, на костре шашлык. И он даже на следующий день все равно в Сочи. И уже по-другому совсем это все кушается. Картошечка вкусная. Доброе утро, девочки мои. Сегодня суббота. На градуснике плюс один. Как-то холодно. А на улице что у нас? Подморозило лужицы за ночь. Голуби только летают. Но птички не поют. Ну, понятное дело, холодно птичкам пить. И собаки лают, как всегда. Да, суховато, в общем, подморозило, но морозно, морозно, холодно на улице. А я сегодня проснулась пораньше, уже искупалась и позавтракала, и кофе попила. Соседка заходила, мы еще с соседкой кофе попили. В общем, смотрю сейчас сериал «Спецы». Я вчера себе выходной устроила, утром видео смонтировала, и потом уже завалилась на диван, и уже смотрела, в общем-то, нашла такой сериальчик «Спецы». Хороший сериал такой, он детективный, и он такой вот легкий, нетяжелый фильм. И в то же время интрига есть, смотрю, что же там дальше, что же там дальше. Ну, это группа, в общем, экспертов, там, следователи расследуют разные, в общем-то, убийства, да. Там по две серии, на каждое дело две серии, то есть каждые две серии новое дело. Ну, и, конечно, красной нитью обычно, как сюжет, прошит насквозь, значит, там, ну, судьба одного героя, скажем. Ну, в общем, посмотрите, советую посмотреть. Я посмотрела первые десять серий, вчера девять серий, вчера посмотрела, сегодня утром досмотрела десятую, и включила уже с одиннадцатой по двадцатую, значит, продолжение смотреть. Ну, в общем, так вот, отдыхаю пока сейчас, потому что, собственно, ничего, мне вчера просто хотелось отдохнуть. Сегодня я проснулась, думаю, а что мне сегодня делать? Сегодня только вот Настю отвезти на тренировку, и всё, готовить мне не нужно, потому что у меня есть что покушать, и соседка ещё угощение несёт, короче, есть ещё надо всё, да есть, да есть надо всё. Мы уже с ней тут поболтали о том, что, задумываемся о том, что надо бы похудеть. За зимой она набрала вес, и я набрала, как бы лишние килограммы. Ну, я, по крайней мере, думаю, что нужно убрать из рациона, по крайней мере, сладюшки и мучное, уменьшить мучное, и сладюшки тоже свести до минимума. То есть убрать совсем, ну, может быть, шоколадку там когда-никогда, или что-нибудь там лёгкое такое. Ну, не хочу сейчас загадывать, я просто боюсь, что я как только вот сейчас задумаю вот это всё, у меня потом ничего не получится. То есть я просто говорю, что я об этом уже задумываюсь, но я не говорю, что я начинаю диету. Я буду пробовать, стараться что-то убрать, по возможности не покупать просто вообще. Пирожные, вот эти вот булочки, тоже надо их убрать все. Вот, ну, буду пробовать пока что. Ну, а сейчас я жду Настюшку. Настюшка уже где-то через полчасика ко мне придёт, что она мне расскажет, что у неё новенького там в жизни происходит. Вот, и потом через два часика я уже поведу её на тренировку. Девочки, смотрите, что я смотрю по телеку. Ну, это на Ютубе. Такие вот эти обезьянки маленькие, такие милые. Настюша пришла ко мне и говорит, я хочу обезьянку тоже, когда вырасту. Девочки, случайно попала я на этот канал. Он называется он Монки Майк. Такой он славненький, этот обезьяныш. Я не знаю, я вчера целый час за ним наблюдала, как его купают, кормят, спать укладывают. Такой миленький, милота просто. Так, Настюля у нас тут рисует. Я не рисую. А, ты вырезаешь? Когда я делаю пигвинёнка, смотрите, что я пока сделаю. Я сделала туловище и крюльев. О, ну молодец. В общем, творчеством занимаешься. Молодец. Сейчас буду делать крышки. А потом, когда я это делаю, если у меня что-то не получится, я буду заново делать. А если у меня всё получится, я вам покажу. Хорошо. А я вчера сделала для Насти оливье. Думаю, Настя придёт, как раз оливье покушает. Она у меня оливье любит. Скоро будет обедать. Так, ну что тут, Настюля, ты маме какой подарок сделала? Это вот пигвин, мама, вот пигвин, а вот тут я сижу. Вот так, раз, два, и вот тут и я сижу. Ну, рукодельница, молодец. Всё. Ну, давайте переодеваемся уже. Вот мы и вышли. Мороз и солнце, день чудесный. Вообще морозы, честно говоря, не чувствуется, хотя на самом деле минус 2 градуса. Ну, такое ощущение, что плюс, как будто бы небольшой плюс. Ну, лужи замёрзшие, не обманешь. Ветра нету вроде, ну, такой небольшой будет. Ой, классно, что солнышко светит, как здорово. Ой, свежее воздух. Хорошо. Подсохло чуть-чуть. Настюля, ты попрощаешься? Всем пока-пока. И всем пока-пока. А я вернусь попозже. А у нас уже дома белка живёт. Птички что-то так поют громко где-то. Где-то на дереве кто-то там сидит. Ой, как поёт. А знаете что, у нас во дворе, ну, не во дворе, считай, как во дворе за окном живёт белка. Ну, а мы один раз, когда куда-то собирались ехать, мы увидели белку. Ну, классно. Она прям возле вот где-то на деревьях. Ой, классно. Когда солнышко светит, всё-таки здорово. А небо такое красивое, голубое. Вот мы идём, не торопясь тут. Идём к дороге уже. Местами прям небо чистое-чистое, голубое-голубое. Да, уже ощущается приближение весны. Прям вот ощущается. Уже напоминает весну. Девочки, я решила сегодня провести остаток дня у телевизора и продолжить просмотр сериала «Спецы». Сериал мне нравится. И уже смотрю 17-ю серию. Доброе утро, девочки мои. Что у нас сегодня за погода? Идёт лёгкий снежок, минус 2 градуса. Ну, я смотрю, нету ветра. Да, на улице тихо. И такой вот лёгенький-лёгенький снежочек идёт. Ну, хорошо, хоть немножко побелело, а то было всё серым и некрасивым. Ну, пасмур на горизонт они видны вообще. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Продолжаем съёмку. Я вчера досмотрела этот сериал «Спецы». Последняя серия. Немножко мне оконцовка как-то удивила. Я привыкла, знаете, к хэппи-энд. Всё хорошо заканчивается. А там как-то оконцовка какая-то, ну, не такая. Не такая, какую я ожидала. Так, в общем, немножко она меня разочаровала. Ну, в принципе, весь фильм такой, сериальчик очень интересный. Что сегодня собираюсь я делать? Я утром проснулась, кофе попила уже и почитала комментарии. И на некоторые вопросы хочу ответить, потому что, ну, вопросы некоторые задают, на которые я даже не знаю, как однозначно вообще ответить. Ну, давайте посмотрим, что за вопросы. Так, я сделала немножко побольше, увеличила экран, чтобы было удобнее. Ну, у меня бывают вот заказы, там, где Василёк я снимаю, да, мне иногда бывают спрашивают какие-то вопросы. Ну, вот, например, такой вопрос. Можно спросить, как надо заказывать, не могу разобраться. Ирина Медведева спрашивает. Вот, я, честно говоря, не знаю, как вот коротко ответить на этот вопрос. Вот человек не может разобраться, как сделать заказ. Ну, вот, к примеру, любимый Василёк, вот этот сайт, да, ссылочка в описании есть. Вот вы проходите по этой ссылочке. Открывается сразу вам любимый Василёк. И вот тут вот эта полоса, где идёт, допустим, одежда, постельное бельё, вещи детям, для детей одежда, да, для дома, принадлежности постельные отдельные. Вот выбираете, ну, к примеру, вот одежда. Навожу я мышку и выбираю что-то из одежды. Ну, к примеру, давайте халаты выберем, да. Выбираете любое из наименований. Дальше выскакивают вам халаты. Вот вы наводите мышкой на какой-то халат. Там выскакивают у вас размеры. Вы смотрите, размер ваш есть или нету, да. Если хотите почитать подробности про этот халат, просто кликните на этот халат. Он откроется, его можно увидеть в увеличенном виде. Вот так вот рассмотреть все детали. Можно даже вот тут вот посмотреть в других ракурсах. Нажать, да. Вот видите, я мышку веду. Нажать. Покрупнее что-то можно рассмотреть. Пожалуйста. И о товаре, описание товара. Материал. Вот написано махра там. Какой состав материала, да. Ну и все. Здесь также вы смотрите. Цена есть и размеры есть. Вот вы выбираете размер, допустим, 54 у меня, да. Нажимаем размер и нажимаем добавить в корзину. Вот корзина покупок. Написано один товар. Цена. Вот вы так выбираете другие, допустим, чтобы вернуться назад. Я стрелочку назад вот эту нажимаю. И возвращаюсь назад там, где вот эти все халаты, да. И вот, допустим, опять навожу и, скажем, пижаму, например, выберем, да. Также вот выбираем какую-нибудь модель. Вот 10 размеров и модельный ряд. Размерный ряд. Также вот, ну, также можно увеличить. Можно, если вас все устраивает, выбрать размер, положить в корзину. Все. Тут выскакивает, что в корзину пополнилось. Наверх поднимаетесь. Смотрите, товаров два. В корзине цена. Сколько это все будет стоить. Если вы уже все выбрали, что нужно, нажимаете корзина покупок. И смотрите, вот ваша корзина покупок. Какая сумма, да. Ну, там, если купон есть, применить. Если купона нету, значит, тогда опускаетесь вниз. И здесь нужно заполнить. Значит, если вы зарегистрированы, нажимаете «Я зарегистрирован». И тогда там выскакивают ваши данные. Если нет, значит, заполняете данные. Пишите фамилия, имя, отчество, e-mail, телефон. Пароль это, если вы уже зарегистрированы. В общем, ну, заполняете все, что нужно заполнить, да. И пишите банковской карты. Ну, если вы частное лицо, банковской картой можно выбрать. Допустим, вот, поставили сюда. Когда уже у вас все заполнено, вот тут выскакивают разные способы доставки. Ну, обычно почту России. Вот я выбираю. И там уже адрес ваш уже есть. Комментарии, если нужно, какие-то там по расцветке или что-то написать. Все. И в итоге уже оформить заказ. Нажимаете и все. К вам на почту придет письмо, что ваш номер заказа такой-то. И выставлен счет будет вам через 2-3 дня, когда заказ проверится. Когда посмотрите, все ли есть по наличию, по цветам. Вот. Тогда уже, когда будет формироваться. Перед тем, как формироваться уже полностью заказ, вам выставят счет, вы оплачиваете его. И все. И ждете по ссылочку. Вам должно приходить уведомление там на почту. Почту вы указываете тоже. Приходит уведомление, что принято на почту. Трек-номер такой-то. И все. Ждете заказ. Я не знаю, в принципе, здесь сложно, абсолютно ничего нет. Еще иногда приходит такой вопрос, как оплатить заказ. Вот я вам и говорю, что когда вам выставят счет, его могут выставить после проверки заказа, через несколько дней. И тогда его оплачиваете и ждете свой заказ. Вообще, мне кажется, что во всех интернет-магазинах, по-моему, аналогично делаются заказы. В общем, ну, по крайней мере, сколько мне приходилось делать заказы, они аналогичны во всех этих интернет-магазинах. Вот. Ну, на этот вопрос я вроде бы ответила, но больше нечего мне сказать. Потом еще такой был комментарий, даже не один. Вот этот вот у меня индига, который сарафанчик, внизу с завязочками по бокам. Спрашивают, зачем эти завязочки? Они как бы упрощают халат и, ну, этот сарафан или туника, платье. Вот. Надо их просто отрезать, эти завязочки, без них лучше. Девочки, ну, это сейчас такая мода, такая тенденция. Я даже как-то заказывала уже какое-то, у меня было что-то аналогичное, фасон. Тоже с завязочками по бокам. Ну, это вот, знаете, когда делается так, чтобы оно как бы закругление было внизу. Ну, это такой фасон, вот так, модно так. Поэтому, не, кто-то пишет, что это упрощают завязочки вещь, а на самом деле старались сделать вещь помоднее. Вот она такая с завязочками модненькая, понятно вам? Вот. Ну, еще такой вопрос, кстати, уже не первый раз мне вопрос задают, почему вы делаете подарки Насте, заказываете Васильке Насте, а не заказываете Дэнни. Но, если кто-то такой вопрос написал, то, наверное, вы не смотрите канал Дочки. У нее два канала. И во втором канале она распаковочки разных посылочек делает. Ну, я заказываю вещи только в Васильке и редко-редко там иногда в каких-то других магазинах. У дочки много очень заказов из Китая, из разных-разных сайтов. И она заказывает вещи Дэнни там под свой вкус, чтобы оно там что-то к чему-то подходило. И у Дэнни очень много вещей. У него вещей, ну, просто больше, чем надо, я считаю. Поэтому мои подарки вот эти вот, ну, как бы на свой вкус я там буду что-то покупать. Оно там совсем никому не нужно. Дочка постоянно заказывает в Васильке вещи для Дэнни. Вот. Но так как сын с невесткой не заказывает в Васильке вещи, а заказываю я, поэтому я иногда нет-нет, да закажу что-нибудь Настюхе. Иногда редко бывает, что и сыну, и невестке там что-то заказывала. Тоже там футболочки, тунички, что-то было. Иногда заказывала Дэнни. Но я считаю, что Дэнни просто это не нужно. Вот. Поэтому все, я вам ответила на эти ваши все вопросы, которые касаются распаковки посылки Василька. Вот. А сейчас я что хочу сделать. Я недавно покупала шашлык. На самом деле позавчера покупала шашлык. Два кусочка взяла. Но один кусочек я в охотку как-то так поела. Я заметила уже не один раз. Беру шашлык, хотя он теплый вроде бы. Но какой-то он не сочный. Он какой-то вот жестковатый. Ну, один кусочек я прям с охоты так поела. Сделала этот уксус с лучком такой вот, чтобы помакать туда все это. Удовольствие получила. Второй кусочек у меня еще остался. Я вот думаю, что вот так вот просто его есть. Мне не хочется. Ну, жестковатый. Он суховатый какой-то. Я решила ради этого кусочка пожарить картошечку. Нарезать туда вот такими брусочками вот этот вот шашлычок. И сделать, ну, типа жаркого по-домашнему. Что-то в этом роде. Ну, чтобы оно с картошкой было. И вот как-то так вот это все дело поесть. Мясо. Не пропадать же мясу в шашлыке. Тем более на мангале сделано. Вот. Так что я сейчас почищу картошку и сделаю себе на обед вот такое блюдо. Ну, вот он мой шашлычок. Вот видите, сколько осталось. Я еще один не доела. И еще большой кусок. В общем, я почистила, порезала картошечку, лучок. И ставлю сковородку. Так. Ну, все. Сейчас я не знаю. Даже вот какими-то такими вот кусочками надо порезать это мясо. Чтоб оно не было жестким. Кстати, вот кто знает, почему мясо жесткое у нас в нашем мясном вот этом вот шашлычном. Мне кажется, потому что его или не вымачивают, или не замаринуют как следует. А может вообще не маринуют. Какая еще может быть причина. Вот здесь просто, видите, ну здесь еще нету жирка. Где-то там с краюшку был жирок. Это вот на косточке мясо. Вот оно все, шашлык, все пахнет хорошо. Но почему оно такое жесткое? Сухое самое главное. Не то, чтобы жесткое, но сухое вообще. Мне не нравится, что оно такое сухое. Вот это я на кусочках сделаю небольшими. Вот так. Его здесь даже немало, так сказать. Я думаю, должно получиться вкусно. Вот так. Вот здесь будет красота. Шашлычком пахнет самое главное. Не знаю, это самое главное, наверное. Вот такое вот. Вообще, конечно, то, что мы шашлык вот там доделаем, сын у меня хорошо делает на костре шашлык. И он даже на следующий день все равно сочный. Все равно мягкий. А вот этот нет. Вот сколько мяса. О, много. Чуть-чуть обжарилась картошка. И я уже туда закинула мясо и лук. Чтобы уже и лук прожарился, поджарился. Мясо чуть-чуть еще поджарилось. Вот тогда уже чуть-чуть это все уже обжарится. И картошка, и лук. Тогда уже надо будет крышкой накрыть. Посолить на нас в конце посолить. Так, все, и так готовится. Пока у меня там готовится блюдо, я набрала детективные сериалы. И сейчас буду выбирать, чтобы посмотреть мне сегодня. Сегодня выходной, воскресенье. Делать ничего не охота, поэтому буду телек смотреть. Более-неволее все равно хочется иногда заглянуть в окошко. Посмотреть, сколько тут у нас снега намело. Ну, вот так вот. Едва-едва его видно. Меленький такой метет. Но он будет мести сегодня целый день. Так что сугробики, может, небольшие. И наметет. На улице тишина. И как-то так вот сиро очень немножечко. Темновато. Даже в комнате темно. Поэтому хочется залезть под одеяло и смотреть телевизор. Ну, вот и все. Картошечка моя готова. Она уже мягкая. Все у меня приготовилось. Пора покушать уже. Немножечко салатика свеженького туда добавим. Ну, что, попробуем. Я переместилась сюда поближе к телевизору. Меня интересует сейчас вот это мясо, шашлык. О, совсем другое дело. Немножечко маслом пропитался. Стал мягче, нежнее. Может быть, пропарился еще чуть-чуть вместе с картошечкой. И уже по-другому совсем это все кушается. Картошечка вкусная. Сейчас с салатиком все это дело. Все это поем с удовольствием. Так, ну и я тут с пультом пытаюсь выбрать какой-нибудь фильм. Пока еще не знаю. В общем, выбор это дело такое, знаете, долгое. Потому что начинаю смотреть, бывает, вроде как захватывает, а вроде как непонятно. Но какое-то время посмотрю. Ну, минут 20, если мне уже скучно, то все уже. Выхожу. Еще что-то другое. В общем, короче говоря, вот таким вот сегодня день у меня и будет. Я больше готовить сегодня не буду, потому что у меня еще есть в холодильнике то, что еще нужно покушать, то, что я приготовила раньше. Вот. Ну, вот это вот сейчас обед у меня такой вот шикарный. Можно сказать, как в ресторане. Села такая, за столом кушаю. И вот телевизор сейчас буду смотреть. Но кое-что хочу приготовить завтра, но это уже будет в следующем видео. А это видео я хочу сейчас закончить, девочки, чтобы уже смонтировать его для вас, и чтобы вы его уже увидели. На этом я заканчиваю видео. С вами прощаюсь. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кому понравилось видео. И все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok